Всем привет, добро пожаловать на YouTube канал Вулл Хоккей. В этом видео мы посмотрим второй матч серии игр под названием Рандеву 87 между сборной СССР и сборной НХЛ. Эти матчи заменили традиционный матч с их звезд НХЛ в сезоне 86-87. Первая встреча этих команд завершилась победой сборной звезд НХЛ со счетом 4-3. Если первую игру обслуживал советский арбитр Сергей Морозов, который выписал в сборной СССР лишь один штраф за нарушение численного состава, а НХЛ удалил четырежды, то на втором матче работал канадский рефери Дэйв Ньюэлл. Как вспоминал потом главный организатор тех игр Марсель Обут, это был потрясающий, смелый и немного безумный хоккей. Сама идея таких матчей казалась безумной, но я сказал, давайте это сделаем. Теперь, когда я прихожу на матчи всех звезд, меня встречают просьбами организовать еще одно такое рандеву. Эти матчи никогда не забудут, они не умрут. Даже молодежь знает о них многое. Вспоминал во время 25-летнего юбилея рандеву 87 президент Квебек Нордекс Марсель Обут. Второй матч рандеву 87 состоялся 13 февраля 1987 года в Квебеке. Комментировать данную встречу будет Евгений Майоров. Говорит и показывает Квебек на стадионе Голидея. Сейчас начнется второй матч между сборной национальной хоккейной реки и советскими хоккеистами. Второй раунд в рандеву 87. Думаю, что сегодня будет совсем другой матч. Команды изучили друг друга, улег был скал. И сегодня хоккеисты должны показать максимум мастерства. Стартовые пятерки команд у хозяев поля. Игру начали вратарь Гранд Фюр. В обороне играют Горинон Шайбы. Четвертый номер его партнер по обороне Лэнгбей. И впереди играют 14 номер Денин, 10-й Хаверчук и 20-й Пулен. У сборной Советского Союза вороты сегодня защищает Евгений Белошейкин. В обороне второй номер Фетисов, седьмой Касатонов, 24-й Макаров, 11-й Ларионов и 9-й Крутов. Это три нападающих в сборной Советского Союза. Ну, в общем-то, в какой-то степени, по-моему, придерживаются хозяева поля тактического варианта, который они применили в предыдущем матче. То есть вот стройка Хаверчука довольно часто и в первой встрече выходила против нашего ведущего звена. Ларионов. Передача Крутову. Смена идет по ходу встречи. Сатаринов появился на льду в нашей команде. Арбитры показывают, что проброс и так выбрасывание около ворот операм Касура. Представлю вам арбитров сегодняшнего сцени. Главный судья Дэйв Ноуэлл. Помогают ему Рон Финн и Рей Шкапинелло. Те арбитры из Канады. У нас изменения в составе. Сейчас я вас познакомлю с ними. Катарина Спервухин. Вышли на лед пара защитников. А играют вот сегодня с ними нападающие в таком сочетании. 16-й номер. Светов. Семак. В центре. 18-й номер. И слева дебютант сборной Советского Союза. Ленинградец. Лавров. Вот такой состав этой пятерки. Ну, забегая вперед, скажу, что сегодня выступает и Немчинов. В привычном своем звене. На месте, как раз нападающего играет он. А где выступают сегодня Семенов и Варнаков. Он очень неважно провел первую встречу. Так что вполне, наверное, справедливо, что сегодня тренеры поставили место Лаврова. Дали возможность Ленинградцу как-то проявить. Да и почувствовать вообще обстановку, какой проходит вот эти матчи. Кто знает, может быть, в дальнейшем Лаврову придется выступать за сборную Советского Союза. И это чемпионат мира. Вот так далекие свои действия начнутся. Весь. Субка наступает. В обороне играют Челлиус, 25-й номер, 6-й номер Бурк. В нападении Горецких Курви и тоже небольшое изменение. И вместе с ними сейчас играет Месье, 11-й номер. Пока нет Тиканина. Хотя уже известно, что в составе канадской команды не будут выступать уже. Уехали они домой. Поскольку у них травмы, это Керр, нападающий из Филадельфии. И Санстрем, Томас Санстрем. Игрок из команды Нью-Йорк Рейджерс. Он совсем немного, ну может быть, 3-4 смены появился в предыдущем матче. Травма не позволяла ему играть в полную силу. Но так же игра идет в зону в Горную Союзе. Симак. Вот напрасно, мне кажется, сейчас Светлов останавливал шайбу. Борг, Андерсон, отмена от производства в Горной Канады. Но я смотрю, Тиканин появился на льду. Вот он с шайбой и бросает его рукой в сторону ворот Белошейкина. Ну, наверное, по профессиональным правилам это можно сделать. Причем он задержал, а потом бросил. Но можно бросать поворотом. Все разбивает. Это первый опасный бросок был поворотом. Видите, как команды, я скажу, мощно довольны начали эту встречу. Не то что в первом матче. Проброса не фиктируют помощники главного арбитра. Восьмой номер, это Самой Эльсон. Рулер. У нас четвертый звенонападающих на льду. Пряхин, Немчинов, Хмылев. Защитники тоже заменились уже. Гусаров и Белелединов вышли на лед. У сборной национальной хоккейной лиги играют Лэнгвей. Пока он один в обороне. Кому Ельсон еще задержался. Правда, вот только 5-5, а я из комедии запасных. А в нападении играют Гурле, Барио Эрлинге. Матч. В нашей команде Немчинов будет отбывать двухминутный штраф. Так что хозяева поля имеют численное преимущество. Почти 3,5 минуты сыграли команды. Макаров-Крутов, Фенисов и Кататонов в нашей команде. Горб бросает поворотом. Горб бросок поворотом. И от дерева поля исходя из личного преимущества. Немчина забивает первую шайбу. Вот наши игроки бросили, скажем, в типу сегодняшней встречи. Такое решение он принимает. Смотрим с вами внимательно. Вот передача. За вороты, пак. И шайба пересекает. Идем ворот. Ну я не знаю, какие его будут преследования. По-моему, все было в пределах правил. А, все понял. Гурри там, по-моему, все-таки зацепил нашего защитника за воротами. Вот это вот как раз обстоятельство. И вызвало протест сборной ТСС. И вот сейчас я смотрю. Пеписов выясняет, что-то у главного армии сегодняшней встречи. Но нет взбрасывания в центральном круге. И значит, счет в марте. В Литике забросил первую шайбу. 1-0 впереди сборная национальной хоккейной лиги. Произошло это на четвертой минуте первого периода. Аварионов. Крутов. Ну, в общем-то, как и первый матч, вот этот тоже неудачно начался для сборной Советского Союза. Конечно, хорошо, когда команда начинает вести счет. Это, вы знаете, какая-то моральная поддержка без сомнения. И больше уверенности придается. И в сегодняшней встрече придется отыгрывать до пока 0-1. Я думаю, что не позволится много она допустила ошибок в обороне. Особенно последние годы, когда решается брать. Надо беспредельно внимательно. И вот этот момент. За 7-15 секунд. Сегодняшнюю конца встречи. Неудачно сыграли наши игроки обороны. И сборная НХЛ буквально вырвала победу. Вы знаете, очень сложно все-таки уследить за составом, постоянным составом. Пятерок троек у сборной национальной хоккейной лиги. В то время какие-то изменения. Происходит, ну, единственная, по-моему, тройка Марио Лемья остается в неизменном составе. Защитники сейчас с ними играют Через и Бурк. Гуле, Бурк. Первухин. Да, и, по-моему, пожестче начали действовать канадцы с самых первых минут, чем с первого матча. Бурк. Нет, простите, это уже Самуэльсон. Лосья. Андерсон. Каменский. И шайба у Самуэль. Браком и будет в зоне сборной НХЛ. Ну, не первый раз вот на таком уровне советские хоккеисты встречаются с хоккеистами национальной хоккейной лиги. Есть, конечно, своя хоккеисты уже. Сегодня 13-й матч команда проводит между собой. У канадцев 6 побед, у нас 5. Одна встреча закончилась с дичью. А разница пока положительная. Возьборный Советского Союза. 48 на 43. Итак, сегодня 13-й матч. Кстати говоря, вот контактам между советскими и канадскими хоккеистами много уделяется внимания. Здесь один из журналистов написал о том, что, в общем-то, пора уже, по-моему, перейти к серии. Той, которая была в Сигнице в 72-м году. Действительно о том, что какие бы матчи ни проводились, все равно возвращаются к этой серии, которая положила начало чистым контактам между профессиональными хоккеистами национальной хоккейной лиги и сборной Советского Союза. Вдруг у соперника он не получается, а он опять как раз не готов. Да, не получилось. Не получилось явно бросок. Да еще наш защитник, вернее, даже пришедший на помощь Крутов, поставил плюс. Лучше бы чуть-чуть изменило направление. Вот видите, такая обидная ситуация, да еще одна команда играет в меньшем сверху. Хаверчук с партнерами в составе сборной НХЛ. У нас играет пятерка Лорионова. Центральный нападающий, хозяев поля, за воротами, с шайбой. Простерял толь ворот, вот опасный момент, Бруков. Участие Фетисова было под вопросом в сегодняшней встрече. Он получил в предыдущем матче травму, но все-таки вышел сегодня на площадку. Я уже говорил, не играют. Сегодня у нас Семенов и Варнаков. Семенов и Варнаков. Лангвей. Передач много пока без продвижения вперед. Касатонов. Макаров. Вне игры. Мне показалось, что Крутов зацепился за Семенюлиню. Заканчивается седьмая минута первого периода, пока 1-0 против сборной национальной команды. Весьмена Сахалов. Пятерка Симака в нашей команде. И пятерка Марио Лемья. У сборной НХЛ. Не фиксирует проброс, арбитр. Сибак. Марио Лемья. Светлов. Бросок. Все разбивает шай. Вы тут же Бург подстраховал своего вратаря. Татаринов. Еще один бросок. Трудно сказать, бросок ли это был или же передача в направлении Лаврова. Светлов. Здесь Соня надо побороться, конечно. Уилсон. Бойков. Можно бросать, бросок, поворотом. Чер на месте. Позицию правильную выбрал, сейчас бросать сборную. НХЛ. Себе разговаривал с ученицами, тренером Виктором Тихоновым. У нас Берелединов, Гусаров, Борякин, Немчинов и Хмылев. У сборной НХЛ играют Челлиос и 21 номер. Это Рашфор. Хоккеист, который, по-моему, первый раз только появился на площадке. Он из клуба Квебрек. Местный хоккеист, защитник очень высокого роста. А в нападении играют сейчас Курри, Месье и Грецкий. 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 Грецкий ушел отъезд на борт. Вот опасный момент, бросок по воротам. Вновь шайба у Грецки. И вновь передача на пятачок перед воротами нашей команды. Вы знаете, вот все время шайба где-то там около ворот. Но это, конечно, очень трудно для наших хоккеистов. Почему? Потому что площадка маленькая. И очень много игры непосредственно перед воротами бывает. Ну, привыкли, конечно, профессионалы к этому. И у них своя манера игры. И это чувствуется. Гусаров. Макаров. Передача мягкая, бросок по воротам. Что-нибудь добьется, а еще один бросок. Ларионов. Касатонов. Долго готовился к броску. А потом и передача была не очень точной. Андерсон. Обоюдное удаление. Андерсон удаляется в составе сборной МХЛ. А у нас Владимир Крутов. Ну, чтобы, наверное, не накалялись в страсти. Поэтому арбитр решил сразу здесь взять и вспышки грубости. Маленькая или большая, или грубости. Ну, вот сейчас в уменьшинстве обе команды стоят. Так что по четыре полевых игрока будут в составе и той, и другой команды. А обратно, и около ворот Евгения Белошейкина. Причем вчера был концерт нескольких трех, вернее, рок-групп. И я думаю, что здесь вот на фоне американцев и кадаптов наша группа-автограф вылетела на Равну. Заканчивается десятая минута первого периода. Пока 1-0 впереди сборная национальных истокейных кабинетах. Но я не скажу, что ощущается преимущество. Хозяев поля играл, в общем-то, равные и были. Серьезные неприятности около ворот Гранта Фюра. Здесь многие хозяева поля, наверное, атакуют довольно острые какие-то моменты. Ну, может быть, наши совальни, как и предыдущие годы, то мальчика не хватает точности при завершающих бросках. Первухин. Пятерка Симакал у нас на льду. Она играет против пятерки, в которой выступают Гарина Лэнгвей, защитники. А в нападении Мюллер, Месье и Денин. Вот такое сочетание. Причем Месье играет сразу в двух звеньях. Тикканин только один раз вышел на площадку в составе сборной национальной хоккейной линии. Мюллер. Лавров с шайбой. Но попытаться надо обыграть Грина. Дроток. Лед Грей. Париков. Комянский. шайба выше из игры выбрасывания каменки первого матча вот он на ваших экранах в первых периодах очень неплохо выглядел а потом видно устал что ли в общем третий период ему не удался и тросок мульсон успевает шайбе каменский Конечно, очень много сил уходит на борьбу, на обычную физическую борьбу с профессионалами. Такое решение арбитр принимает. Клод Лемья удаляется на две минуты. Ну, кстати говоря, это неудивительно, потому что он и у себя в клубе. Он считается одним из самых жестких, даже, можно сказать, грубых хоккеистов. Причем очень, знаете, интересный подбор игроков у тренеров сборной национальной хоккейной лиги. Вот Жан Феров, главный тренер сборной НХЛ. Наверное, кто-то остался вне этой команды и посильнее, чем те, кто выступает. Вот такое вот сочетание игроков, которые хорошо очень мыслят на поле, игроков, которые могут забивать, игроков, которые, может быть, даже в какой-то степени упрошающе действуют на соперника. Тренеры считают, что должно сыграть определенную роль, то есть должно привести к успеху. Ну, что ж, в первом матче спорная НХЛ выиграла. Что будет сегодня сказать, конечно, очень трудно. Вот минут 27 секунд устаётся до конца первого периода. Пока 0-1. Итак, численное преимущество сборной Советского Союза имеет. Шайба вышла из игры. Камецкий. Уже надо было расстаться с шайбой и поискать партнеров. Выков. Шайба вышла из игры. Ещё раз сбрасывание в зоне сборной НХЛ. Да вот этот вот Рик Гарин, пятый номер сборной НХЛ. Ну, того ему несколько не везёт ему в жизнь, Гарину. Один раз в четыре года у него день рождения. Родился он 29 февраля. Макаров, Крутов. Крутов. Пока место защитника занял. Пяти сокровок. И каждый раз она подключает, кто-то из защитников встаёт. И резко, мне кажется, шайба доходит до ворот Сюра. Макаров. Нельзя входить в волос-зону. Всё верно. Крутов. Аварионов. Бросок. Бросок по воротам в промах. Без подготовки атаковал сейчас Ежеславский Титов. А выбросить шайбу из зоны хозяева поля. Не вижу сколько. 19 секунд, по-моему, до выхода на лёд. Хлод Олемье. Лавров. Димак. Лавров. Бросок почти нет в воротах. Всё время наши судьи ищут партнёра. Хочуло штрафное время Хлод Олемье, так что сборная НХЛ играет в полном составе. Рашфор. Ну, браку не будет. Ну, и ля. Андерсон. Шайба вышла. Из зоны сборной Национальной Хоккейной Лиги. В первой встрече канадцы очень много внимания уделили обороте. Но они считают, что это было сюрпризом для советской сборной. И сегодня собирались, кстати, тоже преподнести тактическую новинку. Вот такую, пока в этом, скровенно скажу, не могу разобраться. Но, может быть, вот, жёсткость, в которой они начали этот матч, вот это сюрприз. Но я думаю, что это никак не неожиданность, потому что сборка Советского Союза привыкла. Я думаю, что канадцы могут даже сверх жёстко играть. Здравствуйте. Да, вот эти два матча вызвали просто огромный интерес, как пишет пресса на канадской. Я поставил рекорд по освещению этих матчей среди пишущей прессы. Да и достаточно большое количество стран трассируют вот эти два матча. Я уже в первом репортаже говорил об этом. Перелезбинов. Орк. Тряхин. Былёва. Уилсон стретер. Орк. Комылёв. Как-то нерешительно пошёл на двух защитников. Хобутов. Комылёв. 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 Ох, какую передачу сделал Грецкий. Вот, наконец, в полном составе тройка из Эдмонтон-Ойлер. Грецкий в центре. Слева играет Кури и справа Типканин. Второй выход только молодого финского хоккеиста в составе сборной НХЛ. в сегодняшней встрече. Достаточно много ошибок и у той, и у другой команды. Вот никак среднюю зону организованно не преодолеет. Ни та, ни другая команда. Типканин. Грецкий. Молодец, Быков. Падение сумел выбить шайбу, иначе могла быть неприятность. Грозил выход один на один с воротарём. Круто. Дроток. Кулен. Вне играй, конечно, вне играй. Удаляет арбитр двух, наверное, хоккеистов поля. Кого затрудняет пока сказать. У нас Светисов покидает лёд на две минуты. И Демин. Нет, вы знаете? В полном составе сборная НХЛ остаётся. Немного страшно, но придёт преградившись в Светлана. То, что арбитр посчитал, что неправильно атаковал защитистов Суперникова, поэтому его только одного и удаляет на две минуты. Мне так не показалось. Две минуты 56 секунд до конца первого периода, пока 1-0 спереди сборная НХЛ. Бург. Андартон. Обороняется у нас Касатонов-Стельнов, Макаров и Крутов. Удалось перевести игру в зону, в среднюю зону. Бург. Уилсон. Пока хорошо обороняется наша команда. Ещё 50 секунд играть в меньшинстве. Грецкие. Ошибается. Грецкие. Ошибается. Рамсей. Рамсей. Время шансовое пятишево подходит к концу. Да, в полу составе сборной Северного Союза. Вот опасная атака, бросок по воротам. Да, в последний момент Белошейкин потерялась в виду шайбу. И если бы не наш защитник, то наверняка хозяева поля добили бы шайбу в ворота. Момент был очень острый. И вы знаете, неплохой очень отрезок провёл сейчас Северенский со своими партнёрами. Отлично видит поле. Вот сейчас, смотрите, в дальний угол бросал низом. Такие броски всегда очень неприятны для воротарей. Вбрасывание в зоне Евгения Белошейкина. Пятёрка Быкова у нас на площадке. Играет она против пятёрки Марио Лемье. Хомутов. Бояков, бросок. И налево, да. Передача хорошая налево. Полиан. Дамин. Алильье вышел с другими сейчас партнёрами. Вместо Хаверчука он занял место в стройке нападения. Очень легко, вы знаете, на замену идут тренеры сборной национальной фокейной лиги. В различных сочетаниях играет у них хоккейст. Может, вот эта атака получится, нет, не смог сделать ему толстую передачу. Она должна была быть на свободное место, просто необязательно точно. В плюс у Вячеслава Бекову. И так продавчала сирена, закончился первый период. Пока одинок переди формой национальной фокейной лиги, перерывы. Субтитров. 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 Тяжело пробиться к воротам сборной национальной хоккейной лиги. Очень тяжело. Но практически без ошибок играли в первом периоде хоккейсты команды НХЛ. Я бы сказал, как и в первом матче. Без авантюр, в общем-то, действует. Почти не ходит никто из игроков обороны в наступление. Во время занимается только своими непосредственными функциями. Не случайно, что и контратак в общем нет у сборной Советского Союза. И приходит вот такую плотную оборону, вязкую очень. Жесткую оборону постоянно преодолевать. Вот может быть опасный момент. Пас назад. Сайба вышла в среднюю зону. Грин. Телебетинов. Проброс. Брасывание около вороты. Тройка. Олян Хаверчук и Данин должна не трозевать наша предыдущая звена. Ну, мне кажется, что в первом матче все-таки пятерка Ларьонова действовала. Не столь грозно, как обычно. Да и вообще, мне кажется, нынешний сезон не лучший отнюдь для лучших, знаешь, этих ступеньков. Ларьон Хаверчук. И все время передачи следует на пядачок перед воротами. Грин. Татонов. Оторваться на ступеньках. Хорошая передача Крутову. Пас назад. Бросок. Нет, не дается бросок Сергею Макарову. Макаров. Ларьонов. Фетисов. Пас назад. Поворотов. Еще становится 2-1 в пользу сборной Советского Союза. Это Владимир Крутов с точной подачей капитана нашей команды Фетисова. Выводит сборную СССР вперед. 2-1. Я смотрю, сейчас канадцы подъезжают к СССРу воротарю и успокаивают его. Тоже неплохая, я скажу, была атака сборной Советского Союза. Сейчас все своевременно сделали. И Фетисов был Орионов, сделал очень точную передачу. И стал воротарь в этой ситуации. Но просто был мейнт, был нереносный. Не успел среагировать просто гранд-сюр. И так 2-1 сборная СССР выигрывает. Оба 30 без сомнений сейчас игра. Лавров. Катаринов. Можно играть. Вы знаете, очень часто помощники главного судьи не фиксируют проброс. Но считают, что в какой-то определенной ситуации хоккеисты должны продолжать игру. Поэтому, мне кажется, все-таки меньше сместов у профессионалов, чем у нас в чемпионате Советского Союза. Самуэльсен. Грецкий. Шайба убила шейки. Там сразу Тиккенен, по-моему, пошел на добивание. Но там праздник сделал. Твердый очень заводил шайбой. Наш воротарь. Упрасывание будет. У нас играет четверка Выкова. Уходя в поле, найдет сейчас Чалио Форн. 27-го. Нападение. Мюльнер, Месье и Андерс. Что-то, вы знаете, не видел я пока Баррио Лемьен. В 102-м периоде, да и в 1-м он редко выходил на лед. Андерсон. Хоботов. Татья. Да, вот сейчас может измениться, мне кажется, фактический рисунок игры, поскольку выступая у тебя на поле, профессионалы должны, мне кажется, пойти вперед. Ну, может быть, в каких-то эпизодах и без оглядки. И вот это даст возможность сборной Советского Союза организовать контратаки. Все может случиться. Но в то же время, конечно, надо нашей команде не забывать о обороне. Хоботов. Бурк шайбой. Вот видите, пробросы не последуют, поэтому Белошейкин покидает быстро очень свое место и делает передачу защитнику. Бурк шайбой. Бурк шайбой. Вместо Немчина на утро еще не будет. Белили Тинов. Бурк шайбина. Бурк шайбой. Бурк шайб Осторожно надо через центр делать передачу. видите один раз попытался сделать а гусаров не получилось и вторая попытка в общем то что бывает неудачный самуэль там чуть поточнее бы не кинул был один перед воротами гусаров вступает в игру гранд-фёрк вбрасывание около ворот сборной национальной хоккей на регионе 11 минут остается до конца второго периода пока сборная выигрывает со счетом 2-1 мне кажется все-таки поувереннее здесь в воде наша команда и вы знаете что самое важное по моему в матчах именно профессионалов и РСЛ это проявить бойцов и категор и вот в этом отношении по моему никому из хоккейстов нет претензий другое дело что может быть не получается у кого-то игра но то что есть желание есть страсть есть желание проявить себя вот в этом по моему никому не откажешь ну к концу концу по моему есть огромное просто желание у сборной советского союза доказать что она не слабее команды национальной хоккейной линии ларионов крутого и два защитника против них ларионов с шайбой передача назад по корову это уже по-моему лишнее было со стороны а макарова должен был наверное обострять ситуацию по-другому фитт-каньян дроток филосейки молодец реагировал кататонов порк Лавров Конечно, непросто играть в тройке Зимака, потому что первый раз вместе выступаете в матче И такая, я вам скажу, манера игры-то на разных этих хоккеистах Зимак Чалет Нет, все, обошлось Лавров вызывает шайбу подальше от своих ворот Все демонстрируют, которые он чемпионатом в странах и хоккейной Риге У него 52 заброшенные шайбы и 90 результативных передач То есть в среднем почти две передачи голевых он делает за игру Убрасывание будет 8 минут 35 секунд до конца второго периода 2-1 сборная Советского Союза выигрывает Да, когда-то и Владислав 35 уже 20 лет дебютировал по мальчах против профессиональных, такие профессиональные комедии Белошейки Белошейки Доллер Белошейки Выпекает своих подопечных крайних нападающих Белошейки Белошейки Побольше, мне кажется, стала работа у Евгения Белошейкина. Да, об этом говорит и количество бросков. Сейчас впервые за матч хозяева поля вышли вперед. У них на счету 14 бросков, а сборная Советского Союза на 1-2 меньше. А вообще, конечно, я скажу, что маловато бросков с поворотом. Ну, учнем, конечно, что встречаются такие высококлассные команды. И все равно, в среднем, мне кажется, за игру должно быть бросков 35-40 поворотом соперника. Вряд ли, по-моему, в сегодняшнем матче одна или и сама наберет такое количество бросков. Бросок. У меня шла шайка до вратаря. Марио Лемье. Буре бросает поворотом. Росфор. Барио Лемье. Поточнее надо в контратаке быть в форме Советского Союза. Вот опасный момент. Бросок поворотом. Молодец. Вы знаете, Кур сейчас среагировал все-таки. Ларионов. А у него шайба. Гулья попытался сделать смену, но увидел, что шайба вроде бы опять возвращается в зону его команды. Поэтому решил остаться на площадке. Фетитов. Макаров. Хорошая передача. Фетитов. Обыгрывает защитника. Спас. Бросок поворота. Вот какая хорошая комбинация была у сборной Советского Союза. Еще один бросок. На этот раз Ларионов атаковал. Некоторая, по-моему, растерянность чувствуется в рядах профессионалов. Круто. И направо. Хорошо. Светлов. Фетитов. Под рукой был. Это было очевидно. Или по профессиональным правилам можно делать пас рукой. Если не бывает, я в этом фильме. Бросок. Отлично действует Лавров. Лимак. Лавров подхватывает шайбу. Вот хорошо так, когда навязывается борьба защитников сборной Национальной Хоккейной Лиги. Обязательно кто-то должен идти и поддерживать партнера. Лавров. Грецкий. Тихо нет. Вот опаржный момент. Устилает подставить плюс. Лукатаринов. Но острота еще не пропала. Ухоловорот сборной Советского Союза Грецкий. Его изюзная позиция. Врага с воротом. Голошейкин в последний момент, по-моему, дотрагивается до шайбы. Но все правильно. Надо разрядить обстановку. Челес. Все, я вам скажу, что тройка Грецкий. Самая, по-моему, угрожная составе сборной профессионалов. Проброс и сбрасывание около ворот Евгения Молошейкина. С первого матча и сегодня они вымеряются, в общем-то, и чувствуется, есть согласованность. Но это не потому, что они, наверное, играют. Не только потому, что играют своим звеном в составе сборной Советского Союза. Здесь, мне кажется, пола европейская. Здесь не сказывается. То, что Дикканин и Куре восхитывались в Финляндии. И больше скромные к конвенционному хоккею. Мне кажется, вот это сказывается. Ну и плюс ко всему, конечно, Грецкий. Он великолепный дирижер в своей тройке. Он отлично видит поле. Он вывезти на завершающий бросок. Вот бросок к воротам. Грецкий. Отбивает шайбу Байков. Вот сейчас, мне кажется, настал самый ответственный момент у матча. Необходимо во что бы то ни стало выстоять. Не так много остается времени до конца второго периода, пока сборная Советского Союза выигрывает. Вне игры сбрасывание будет в средней зоне. Да, необходимо сейчас выстоять. Ну и постараться, конечно. Результативно сыграть в контратаке. Это крайне необходимо нашей команде. Потому что я смотрю, ну есть и таких чистых контратак, выходов вдвоем против одного защитника пока нет. Но вдвоем против двух защитников это уже было во втором периоде. Убрасывание. У нас пятерка Буйкова на льду. И пятерка Марио Эллинге у хозяев поля. Каменки. Не точно оставил шайбу. Красота против пули применил силовой прием. Очень давно я не вижу в составе сборной национальной хоккейной лиги на льду. Тройки для них Аверсуку и Кулен. Или, во всяком случае, если появляется, то очень, по-моему, короткий отрезок. А вот, Белакейкин ошибается. Сейчас не надо было покидать ворота. А промечиво сыграл, что у него, в общем-то, не похожая львье. И вот такая деталь еще, знаете, интересный бросок. Львье полненосно обработал шайбу. Еще такая деталь небольшая. Преимущество получают в российской сборной НХЛ, когда игра идет около борта. Здесь они и побыстрее обрабатывают шайбу, быстрее ей распоряжаются. И как-то все это у них легче получается. Свободнее, раскрепощеннее они в этом. Вот он, Марио Львье. Один из самых талантливых игроков в фонаре хоккейной лиги. Ну вот, наконец, тройка Хамерчука в полном составе появилась на льду в составе сборной НХЛ. А защитники Горин и Лэнгвей. У нас играет пятерка Ларионова. Две минуты двадцать одна секунды до конца второго периода, пока сборная Советского Союза выигрывает со счетом 2-1. Ну, трудно ставить вот эти вот бау за кому-то на пользу. Во всяком случае, вот такой напряженной очень игре. Вот неудачный сейчас был бросок защитника. Да, наверное, невнимателен был зритель. Попал его в лицо и вот сейчас его уводят со стадиона. Такой, вы знаете, за воротами там неприятное очень место, я имею в виду, для болельщиков. Пулен. Фетитов. Фетитов. Проброса нет, можно играть. Сатонов с шайбой. Здесь на фраун-фланге Макаров набирает скорость, но с шайбой не получает Фетитов. Вне игры было, во-первых. Во-вторых, я думаю, что арбитры фраброз зафиксируют. Нет, дают возможность играть в курве. Ну, надо было посмотреть Лаврову, никого не было. Вот такую деталь, еще одну можно отметить. Ну, может быть, это характерно только для этих матчей. Но канадские защитники не идут за нашими нападающими в зону. Так что через крайнего нападающего, может быть, легкие очень высоты из нашей зоны. Не всегда, правда, пользуются эти наши хоккеисты. Вот характерный был сейчас пример. Где-то на середине нашей зоны Лавров завладел шайбой, а его, значит, даже и не пытался атаковать. Хотя Лавров не ходил в поле, практически ничего не видел. Только поэтому и отбросил шайбу. Не глядя. Убрасывали. Отгоним. Сборный национальный хозяй был. Горецкий со своими партнерами. Нет. Партнеры у него сейчас другие. Андерсон и Месье. Защитники Ленгвей и Горин. У нас играет пятерка Быкова. Игра была высоко после пикли. Андерсон. Глент Андерсон из клуба Эдмонс Оллер. Он играл, кстати говоря, за Олимпийскую сборную Канады в 1980 году в Лейк-Плэйсиде. 26 лет сейчас. Кругом у него вообще 26. 26 лет, 26 забросился, 26 передач точных сделал. Далее играем. Через 27 секунд закончится второй период. 2-1, пока сборная Советского Союза выигрывает. Вот был, по-моему, такой момент, когда сборная Национальной хоккейной лиги перехватила инициативу. Очень много трудился Белошейкин. Да и вся сборная Советского Союза испытывала, по-моему, трудности при обороте. Сейчас, вот в эти последние сутки, по-моему, несколько успокоилась игра. Чувствую, хотя его более, что заканчивается период. Надо поберечь силой на заключительную среду. Матчево в Каменске. Обыгрывает защитник. Опасный момент. Гол. Валерий Каменский забрасывает третью шайбу и свою вторую в сегодняшней встрече. 3-1, сборная Советского Союза выигрывает. Ну, молодец. Сумел обыграть защитника около борта. И сразу резко пошел на ворота. Вот этот момент. Грина обыграл. Вышел к воротам. Но здесь, может быть, допустил ошибку и гарантюр. Во-первых, почти на линии ворот остался. Надо было выгодить немного под вороток, потому что у Каменского был острый угол. Ну, не зря я, по-моему, говорил о том, что в первом матче Каменский неплохое впечатление оставляет. Вообще, мне кажется, вот из тех, кто недавно влился в команду, сборную команды Советского Союза, он наиболее, мне кажется, надежен. Итак, звучит ирена. Закончился второй период. 3-1, впереди сборная Советского Союза. 3-1, впереди сборная Советского Союза. А line change here on the part of Team NHL. Касатонов now picking it up in his own zone, ahead to Larionov. He leaves it for Makarov. Makarov, shot saved by Grant Pure. Big rebound. And Krutov just failed to get a stick on it as he was checked by Glenn Anderson. Anderson unable to get it out. Betisov went rink-wide intended for Makarov. It was too far for him, and Langway clears the zone. Team NHL making a change as Svetloff gets it ahead to Krutov. A return pass to Svetloff, but he was tied up by Doug Wilson and Raymond Bork. Bork looking for Gretzky in the neutral zone. There for Raymond Bork of the Boston Bruins. Bork lead pass for Tikkanen. In across the line. Tikkanen tries to dump it for Curry. Curry couldn't do anything but flip it into the corner. Tikkanen trying to force the play. Svarikov comes up with it, and the Soviets move it out. For Kamensky, who scored two goals in that second period. A rising star for this Soviet team. Kamensky gets it again and fed it over on the wing. And the shot by Kamayukov, and Grant Pure made the save. Team NHL to the attack. Led by Gretzky. Puts on the break. Looking out for Norman Rochebord. I think that went off the end of the stick of the goaltender Belashek. And another drive just goes wide. A great chance for Team NHL to move within one goal as Gretzky set up Rochebord. That was only the fourth shot by NHL defensemen in this hockey game. And it was a very good one. That was also, for Wayne Gretzky, his longest shift of the hockey game. He benefits with lots of ice time. Mariola Mew moving into the slot. Tried to drop it for Poulin. It was intercepted by the Soviets, and they bring it back. Delia Lettinoff takes the shot. That's your flip to the corner. And Poulin has it now behind his own net. Another line change as Poulin is out there with Lemieux. Claude Lemieux of Montreal and Mariola Mew of Pittsburgh. Riachan lets a blast go high over the glass and out of play. Well, Gretzky's lateral movement in this series. Belashek with great lateral movement. Gretzky knows Rochebord's moving in. Oh, this is the other play before that. When Gretzky tried to set up two men in front. Here's the lateral movement. And boy, oh boy, he got across. He got his shoulder. But perhaps the shaft of a stick on that puck. Great goaltending early in the third period by Belashekin. Is Belashekin challenging a little more in this game than he did in game one? The talk is the Soviet Union play a different game when they're ahead, Don. And when they're ahead 3-1, it's easier to play goal no matter what league you're in. Petitsov, long lead pass. He was looking for Krutov. Too far. Wilson goes back into his own zone. Wilson for Dineen. With Howartuk and Messier. As the coaches have certainly juggled people around. A collision in the corner. And Dineen went sprawling as it's brought back up by the Soviets. The pass picked off by Bork. He plays it over to Doug Wilson. For Raymond Bork. He drives it in. Howartuk leaves it for Messier. Messier tried to go around Krutov. It was knocked away from him. Kassatonov gets it up to Pervukin. And it's knocked into the neutral zone. It bounced away from Bork. Makarov moving in. A shot saved by Grant Fuhr. He tried to go low to the stick side. He was being cut off by Rochefort, who made a good play. So he had to shoot at it from a bad angle. Messier for Team NHL. Centers it! Tikkunen just failed to jam it. Puck goes to the corner. Gretzky gets it. Gretzky for Messier. Messier tried to go across ice to Chelios, who was racing in from the point. It deflected off of Soviet all the way back into Team NHL territory. Now it's Tikkunen. Rink wide for Gretzky. Gretzky couldn't get away from Tazarinov. And for Vukin, in his own zone, moves out slowly as the Soviets make some changes. He sees that change is taking place. And he circles back into his own zone until his teammates get on the ice. Gretzky unable to control it at center ice. Gretzky at the line, checked by Rob Langway. Rink wide pass for Gretzky. Gretzky dumps it back into his own zone. Tikkunen has lost the stick, has to go to the bench. Here's Gretzky moving in. Tried to dump it into the slot area to Yari Curry. It was broken up by the Soviets. Gretzky is checked by Ray Bork, who got back quickly. Now it's Curry circling, firing it over to Ray Bork. 14.35 left in the period. Bork gains the blue line. Flipped it to an open wing. And the Soviets start back. Here's a breakaway for Bekoff. Bekoff behind his back. The pass. Great play by Kaminsky by Grant Bure. Kaminsky tried to put the game out of reach. And Grant Bure stayed with him. Bekoff is going to take a check right there from Wilson. And Bekoff made the play. Now Grant Bure stayed with him. Kept his hand up away from his goal pad. Kaminsky couldn't believe it. Look at Grant Bure keep his hands out. Away from his body. Away from his pad. And he had it in the right place. A sensational save for Team NHL. Face-off to the right of Grant Bure. He comes back to Bure. He shoots it into the corner. Picked up by Amailov. For Priyakin. Priyakin moving into the slot. A shot. That's geared to the corner by Bure. Bure. Bure ensuite. Bure is going to pan to very close. ин blue. Bure is going to fight. Bure is going to fight. Bure. Наши команды остаются четвером. Дехас Путру, конечно, был замечательный, справился. Адельный очень мощный, высокий, хорошие руки у него. Да и катается достаточно хорошо, отмечает, мячает лидер. Виктор Тихонов делает замечание немчилу. Отправляется наш центральный нападающий на скамейку, для устрахованных две минуты придется обороняться. Петитов. Плоднокровен наш капитан. Крутов. Петитов. Хорошо пока держу в сайле. И проброс. Сколько же выстрелили? 3,65 секунды держала сайлу сборная Советского Союза. Кури. Скорее активно нужно отойти назад, а у нас вот смена произошла. Задержался несколько крутов. Ручий царик от Сильнов и Камуток. И опять надо отойти назад сборная НХЛ. Борг. Через 38 секунд сборная Советского Союза будет играть в полном составе. Вот опасный момент расходского ворота. И с уютом сокращается на 5-2-3-2-8 сборная Советского Союза. Вот видите, первый вход в зону сборная Национальная Союза. И везде здесь сразу же неприятности подъедут. Вот второй раз матча. Сборная Союза используется. Обидно, очень обидно. В общем, полутора минут выдержали, причем играли очень уверенно, надежно. Хорошо контролировали шайбу в нашем эфире. И вот видите, в какой-то момент, мне кажется, все расслабились. И в большинстве дистанции вверх, и вот такой конкурс, и вроде бы все страшные посадили. Хотя это страшное в области и не было. Где теперь снается материала? Батринца игра. Вне игры. Пятерка Синака у нас на льду. вот и протокол у нас не просто стройка не раз не бросила поворотов можно сказать о вискове такая малая активность конечно только на руку профессионалам национальной категории и такой я думаю что нагрузка больше падает на среди игроков хотя я скажу что старание конечно никому в сегодняшней встрече не откажешь намного увереннее в этой союза наверное что волны наверное что прошло да ну и соперник такой собором смена суставов у нас идет пищевого на льду и горный НХН два а ремьи играют вместе в обороне а до лет и а и и а и и и Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Два хоккеиста у нас сегодня пока отличились. Это дважды посылал шайбу в ворота в Крутов и два раза Валерий Каменский. 4-2 теперь сборная Советского Союза выигрывает. Вот как только следует быстрый, очень неожиданный для профессионалов передач, оставление шайбы, то сразу становится сложно обороняться. Ну, здесь, по-моему, для вратаря Кюра был неожиданный совершенно бросок. Это традиционная, можно сказать, координация Лориона. Итак, 4-2 сборная Советского Союза выигрывает. Ну, я думаю, не будем с вами винить Фюров в этой пропущенной шайбе. Но дело в том, что после, пожалуй, Кена Драйдена, как признаются сами канадцы, практически нет надежного сразу ворота в национальной хоккейной лиге. У нас играет пятерка Быкова. Хариков. Хорошо, здесь никого не было. Дайкаб. Бросок, поворотом. Еще один бросок. Опаснейший был момент перед воротами гран-то Кюра. Сильнов. И можно оставить шайбу партнеру Симак. Он неудачно очень как-то поторопился Симак. Дросок долго очень готовился к броску. Еще один бросок. Это уже Сатаринов сейчас атаковал. Грецкий. Очень быстро все делает Курри. Да я скажу, и Грецкий моментально оценивает ситуацию. Вне игры. Передача была из своей зоны, а шайба принималась за красной линией. А 9 минут и 3 секунды до конца встречи 4-2 сборная Советского Союза выигрывает. Время состоялся парад хоккейных команд НХЛ. Карнавальный парад. На длинных движущихся платформах были установлены эмплемы каждого клуба НХЛ. А их 21. Макетный призов, которые в разные годы были именно вдвоем. С одетыми в форму клубов юношами, даже елушками. Все это под музыку, фейерверк. В центральной улице проехала эта колонна. И зрелище было, откровенно, надо сказать, впечатляющим. Уилсон. Так, не глядя, знаете, в прострел вдоль ворот. А вдруг кто-то из партнеров подправит шайбу или она даже попадет в кого-то из советских. Какие-то, окажется, в ворота. Проброс, сбрасывание. Все шло к тому, что в первом матче будет мальчик. Баррио Лемье. Ну, говорят, что он сейчас не лучшийся из партизной формы, что начался очень хорошо и очень результативен. А сейчас что-то у него засопорилось. И меньше задевает, меньше делает точность передач. Ну, какие-то интересные. Я уже говорил о том, что мы обратили на него внимание еще в 85-м году в Фраге на чемпионате мира. Вот, опасный момент. Дроток. Баррио Лемье. Удаление. Опасная игра высоко поднятой ключи, показывает арбисер и удаляется с площадки Алексея Кокотонов. Пятое удаление составил в форме Советского Союза у команды НХЛ только 4 минуты страха в магазин, где продаются профессионалы мира. Очередь буквально за ветерами с надписью СССР. Давно уже, пожалуй, после серии 72-го года, окончательно авторитет большой очень наш хоккей завоевал здесь в Астанаде. И вообще очень доброжелательное отношение ко всем, которым нашим представителям нашей страны, которые здесь на рандеву 87. Бург, Грецкий, Бург, Грецкий, Уилсон и Кури. Вот такая пятерка сейчас в сборной НХЛ Дариков. Миддлтун сыграла сборная СССР в меньшинстве. Бург, Грецкий, Бург, Грецкий, Уилсон и Кури. Бург, Грецкий, Уилсон и Кури. Дальше перед воротами. Бург, Фас, назад, бросок не получается бросок у Андерсона. Вовремя успел поставить плюшку хомутов. Еще 20 секунд играть в меньшинстве. Марио Лерье. Бург, Грецкий, Уилсон и Кури. Бург, Грецкий, Уилсон и Кури. Бург, Грецкий, Уилсон и Кури. Целенаправленных, что ли, таких комбинаций нет у сборной национальной хоккейной лиги. Но игра почему-то все время идет, вы знаете, в зоне сборной Советского Союза. Но привыкли, я говорю, вот в такой манере игры. Канадские профессионалы. Все наиграно. Шайба быстро перемещается. И успевает перекрыть возможность выхода шайбы из зоны соперника. На этот раз сборная СССР выстояла. Штрафное время Кататонова закончилось. В полном составе играет наша команда. Первухин. Пятерка. Симака у нас на этом сейчас. Лавров. Фюр прижимает шайбу. Убрасывание. Короткая такая пауза, мне кажется, была. Выпустили налет. Пятерку. И пока тревога для того, чтобы, по-моему, дать возможность другим немного вдохнуть. И вот теперь уже опять перемена. Апряхин, Чинов, Хобылев. Агусаров, Пепель, Единов. У нас на демок. Пятерка Хаберчуга. У хозяев. Думаю, что очень опасны профессионалы, прежде всего, в начале каждого матча. И вот особенно в конце, тем более, когда они проигрывают. Здесь уже все будет поставлено на карту. Здесь надо с ними предельно внимательно играть. Хобылев переводит игру в зону соперника. Страхов. Тоже паника небольшая была перед воротами. Фюра. Челев. Тип в конец. Челев с ума с шайбой. Тип в конец. Федисов. Ну вот хорошо. Матаров. Самое главное сейчас, в эти последние минуты, как можно больше контролировать шайбу. Может быть даже без угроз воротам соперника. Челев. Очень короткие отрезки сейчас профессионалы проводят на льду, но буквально сейчас 30 лет, как ошибаются наши защитники перед своими воротами. Удаление сейчас явное было арбитр, хотя и видел этого, но как-то совершенно не среагировал. Без шайбы откровенно в бину толкнули Лорионова. Штельнов. Каменский. Самуэльсон. Бросок. Бросок. Хомутов отправляет пятую шайбу в ворота Гранта Фюра. Ну вы знаете, а сделал все опять Валерий Каменский. Это он пошел на обострение, сумел обыграть защитника. И вот вы теперь видите реакцию тренера Жана Феррона. Вот видите, Каменский подхватил шайбу, обыгрывает защитника, тоже мощный вообще наш нападающий. Ну здесь шайба ушла у него с клюшки. Ну вовремя на месте оказался Андрей Хомутов. Он отправил шайбу в верхний угол ворот. Ну здесь мне кажется очень сложно было действовать Гранту Фюра. Дело в том, что он левша, и шайба, как говорят в таких случаях, лепит ему под неудобную руку. И реагировать просто нечем. И обычно в таких ситуациях редко, когда вратари выручают свою команду. 5-2 сборная Советского Союза выигрывает Катаринов. Была игра высокоходит игрушкой. Бросок. 2 минуты 40 секунд до конца встречи. Близка наша команда к победе в этом марче. Очень близка. Ну вообще я вам скажу, конечно, для хоккея достаточно время. 2 минуты 40 секунд. Все может случиться. Поэтому не будем заранее предвкушать победу. Да, мы с вами еще волнуемся и переживаем, естественно, за нашу команду. А вот некоторые зрители здесь, во дворце спорта «Колизей» уже потянулись к выходу. У них уже, по-моему, надежд никаких нет. Не понял, в чем вызвана эта пауза. Что-то арбитры там объясняют. Не могу пока вам точно сказать, что случилось. Ну, возможно, знаете, утопающие пытаются за соломинку. Может быть, опять канадцы к старому, испытанному своему способу прибегли. Будут сейчас мерить плюшки. Все возможно. Не знаю. Вот подъехал капитан нашей команды. И пока нет объявления по стадиону. Да, ну, похоже, что опять сейчас будут мерить плюшки у кого-то. Плюшку у кого-то из нашей команды. Несколько лет назад, то есть не только несколько лет назад. По-моему, постоянно в матчах канадские профессионалы мы сталкиваемся с тем, что они верю, прежде всего, как заглоток. Вот 22 номер. Это Пряхин отправляется на камейку. Остраховаться. Продолжение следует... Ну, пауза немного затянулась и здесь в игре, и я довольно большую паузу делал, выяснял, в чем делать. Вот действительно Пряхин удален за то, что у него была клюшка нестандартных размеров. А вот Лавров еще рядом с ним сидит. Непонятно почему. Лавров отправился на скамейку оштрафованных. В общем, наша команда осталась в меньшинстве. Четыре полевых игрока на льду. Уилсон. Макаров. Надо рисковать, хотя наша команда и в меньшинстве играет. Скорость. Явно не хватило Макарову скорости. Решили опять наши киевцы подержать шайбу. Ну что ж, время матча подходит к концу. Наверное, есть смысл сделать какие-то выводы по итогам этого матча. Но если первая встреча явно, все-таки, скажу, не удалась сборной Советского Союза, это и не случайно, поскольку обновляется все-таки состав нашей команды. Многие хоккеисты на таком уровне не играли. Сковало, конечно, волнение присущей скорости, присущей, я скажу, тактически даже гибкости наша команда не проявила в первой встрече. То есть сегодня ситуация совсем иная. И вот бросок в воротам в Белошейке. Во-первых, в обороне сыграли намного надежнее, чем в первой встрече. Лучше выглядел сегодня и Евгений Белошейкин. Ему очевидно первая встреча большую пользу принесла. Но все-таки какие-то проблемы, естественно, остаются в нашей команде. Их надо решать. Ну, во-первых, притока свежих сил почти не ощущается. И ограничен очень выбор все-таки игроков на место сборной Советского Союза. Но, по существу, все, кто выступает здесь в Канаде, они сильнейшие на сегодняшний день. Ну, еще можно позвать, наверное, двух трех кандидатов в состав сборной Советского Союза. Вот опасный момент. Бросок по воротам. Кажется, Слицов обязан просто был отзять шайбу Тимаку. Последние минуты идет встреча передачи. Бросок по воротам. Ох, какая ситуация острая перед воротами сборной Советского Союза. Отстояли наши хоккейцы. Бросок по воротам сборной Советского Союза. Бросок по воротам сборной Советского Союза. Вышелся на лед. Но здесь трудно было два шайбера. Он справится. Смотрю, наверное, я сделал передачу. Тридцать семь секунд остается только от встречи. Но еще раз поясню о том, что победитель, в общем-то, так и не выявлен. Даже разница шайб, она не влияет на окончательный итог, что ли, вот этого двухраундового поединка между сборной Советского Союза и сборной национальной хоккейной Риги. Контратак от сборной СССР. Трудом сборная НХЛ ликвидировала опасность. Хорошо играет Сетисов. Передача Крутову. Он в зоне соперника. До последней секунды встречи. Горецкий. Нет, простите, это Мюллер. И так звучит сирена. Матч закончился. Сборная Советского Союза выиграла повторный матч у команды национальной хоккейной Риги со счетом 5-3. Остается не запомнить, что в нашей команде забросили шайбы Каменский 2, Крутов 2 и Хомутов. У профессионалов отмечились МСГ, Уилсон и Урт. Продолжение следует...